Он просит там везде опять, но он действительно ему не просит, давай что-нибудь другое. Просто сделали санкет, проверили, что баланс был и разошлись, а потом уже когда там во время концерта он так вызвал меня, ну и сели просто, тупо две вещи так отломали, но, конечно, с человеком, который, в общем-то, тебя чувствует, ну я надеюсь, что он меня тоже чувствует, они же сразу врубают, им не надо там сидеть, там то, вот я помню, значит, ты говоришь, вот он тебя приглашает, где денег нет, и т.д. Нет, мне это не важно было. Значит, подожди, вот я тебе сейчас расскажу, был тоже, человека, которого мы прекрасно вдвоем знаем. Когда Лёше Козлову было 60 лет, исполнилось, это было 17 лет тому назад где-то, да, 17 лет тому назад, и вот мне звонит Лёша из Москвы, говорит, Янчик, я очень хочу, чтобы ты приехал, говорит, Ну ты понимаешь, говорит, где-то Москва, у меня нет ни спонсоров, никаких вот это там. Я сел и приехал, и ты знаешь, у меня на всю жизнь это сохранилось, почему? Потому что там была такая публика просто потрясающая, был еще покойный герд, тогда пришел режиссер, там Костя Райкин, я помню, был. Ну замечательно, в общем-то, такое общество было, и я поиграл сам, а потом с Лёшей Козловым. Для меня осталось это память на всю жизнь. Я знаю, ты не пьешь, я знаю, что тебя это не интересует. Выбивай. Да, ну чуть-чуть так, иногда, да, по праздникам-то, все. Все-таки мне и зрителю будет интересно. Во-первых, я знаю, что ты сказал, что у тебя никогда не будет татуировок, так, и что ты никогда в жизни не будешь играть на фаготе, ты мне скажешь. Ну по поводу татуировок я с тобой согласен, потому что ты имеешь фаготу в описании. Ну, знаете, на самом деле, чтобы мне опять играть так же, как раньше, мне надо больше заниматься, чем на гитаре. Он очень, кстати, тяжелый инструмент. Да, у него звук благородный, но очень тяжело его озвучить. Вот фагот, ну чисто такой камерный инструмент, скажем, духовой, да, и он на похороны с ним не сыграет. Да, как это, где заработаешь, конечно. Надо джазовую музыку не поиграть. Да, тоже, он не техничный. Если его надо 5-6 микрофонов поставить, потому что каждый звук идет, допустим, не за оттуда, вверх оттуда, то есть это все надо озвучивать так щепетильно, что ты можешь даже микрофоны там поломать, когда будешь пальцами работать. Ну, на самом деле, им пугать хорошо. Он с виду как гранатомет. Ну, поэтому это переносное название автомата, когда говорят фаготы, ребята с фаготами пришли. Я когда служил в армии, я играл на фаготе в Хабаровске в ансамбле песни и пляски, и там был такой Жора, барабанщик, и Жора всегда вот на этот фагот показывал, и я говорил, гранатомет системы Манжух. Манжух был главный дирижер нашего ансамбля песни и пляски, Йосиф Мазеевич. Гранатомет системы Манжуха. Ты знаешь, я когда вспоминаю вот эти гастроли по Дальнему Востоку, вот Хабаровский край там все, ты же, наверное, ездил на этом поезде Маруся, которая называется там по старому сталинскому Баму. Вот мы на Бам ездили, но какой поезд, я не помню, честно говоря, но мы жили в вагонах там. Да, в вагонах мы тоже жили в вагонах, где было там. Как шмели, блин, елки там. Это вообще, я вспоминаю с отраганием, вспоминаю. Ты мне скажи, а ты достроил свой дом? Сколько лет ты его строишь? По-моему, я уже знаю. Ну, я достроил, конечно, живую, но все хорошо. Все хорошо, слава богу. Газ есть, вода есть. Ну, асфальт еще к нам не проложили. Знаете, как Петросян в своем юморе говорит, недавно, говорит, у нас на улице положили асфальт, говорит, до сих пор эта кучка там и стоит. Мне просто вот интересна твоя биография. В каком году ты вернулся в Крым? В 89-м. В 89-м. В августе месяце. Это когда Горбачев разрешил, и вы начали возвращаться. Нет, как бы, это было еще раньше возвращение. Лично я вернулся в 89-м, а там еще в 87-м пока волна пошла. Ну, ты знаешь, я встречал, я очень много крымских татар встречал в Гузбекистане, в Казахстане. Встречал. Я там везде был. И на Урале, в Оренбурге. Они приходили, я общался. На Кавказе. Да, да, да. На Урале были, на Кавказе были. Но на Кавказе немного было их там. Притом, они себя называли другой национальностью. Они не говорили, что это крымские татар. Да, да, на Гае. Они говорили, что они на Гае, но мне в Тихая они потом говорили. Потому что я как-то так тружил с ними, они мне говорили, ну, вообще наши предки, говорит, это крымские. А что на Гае? На Гае это те же, в общем-то, они жили в тех же степлях. Ну, это же поколение Чингисхана, вот эти вот все ветви оттуда идут. Ты себя считаешь потомком Чингисхана, скажем? Ну, вы знаете, я его лично не знал. Я понимаю. Но я тебе могу сказать, знаменитый... Это историческая личность. Я думаю, что я с удовольствием был бы его потомком, если это реально. Я тебе могу сказать, что если взять во внимание, что начиная от Японии и до Карпат, игры в том числе, вы знаете, я на самом деле в Алтае был. Да. На Алтае, когда я был на один фестиваль, мы ездили, там горловое пение, вот это, и там играли. Ну, много наших звезд было, музыкантов настоящих. Таких, как Гасан Мамедов. Помните Гунеш группа была? Конечно. Гунеш играл, там потом Ашхабад группа. Слушай, а Гунеш пропал. А Рюксад София уже умер. Что ты говоришь? Потрясающе. Был такой коллектив. Ты помнишь, когда показали еще в те годы по телевидению, обалдел я еще. И больше я его не знаю. Я-то с ним знаком был. И когда был этот, Азия да Улсы был такой фестиваль в этом, в Алма-Ате, на Мадео, там проводился ежегодный фестиваль международный, где, ну, Азия да Улсы, это голос Азии, вокалистов. И самый потрясный момент, когда Рюксад вышел после всех этих певцов, которые соревновали, кто лучше споет, кто должен получить премию, он вышел на барабанов так отломал, что все премию вокалиста отдали. Потрясающе. Ты помнишь, это гора барабанов. Это было для меня такое радость. Я говорю, вот он музыкант, говорю, с вокальным ансамблем, на вокальном конкурсе взял первое место в гран-при. Его загрузили, маленький Запорожье горбатый был, тогда еще пресс, видеокамера, видеомагнитофон ему запихали. Это вообще нет. Нет, он потрясающе. Знаешь, у него была каризма потрясающая. И он техничный был настолько. Вы знаете, на мой взгляд, его масла съела все-таки. Он же от сердечного приступа умер, на самом деле. Вот он переехал в Москву и начал пытаться что-то делать. Но Москва город жесткий, честно сказать. Там без какой-то... Ну да, у него был авторитет, но в плане того, чтобы прокормить себя, там им очень тяжело было. И вот он начал писать песни для звезд, там Арбакайте пел его песни, там ноги, там Преснякова играет. Но в итоге сам он никак, ему тяжело было. Ну и вот знаете, это переживание, я думаю, потому что человек не пил, не курил, он всегда серьезный образ занимался. Насколько Москва и вытащила музыкантов много, настолько она и погубила. Я знал прекрасных музыкантов, которые просто спились. Просто спились там. Почему? Потому что, во-первых, им надо было пить для того, чтобы как-то энергетику подержать в себе, и они потихоньку, потихоньку спивали. Там же ненормальная жизнь в Москве. Там ночью люди гуляют, работают, а днем или спят, или приходится еще куда-то и бежать. Да, это мне знакомо. Я в свое время мог уехать в Москву, я не поехал. Просто нет. Вот когда это было, это было где-то 93-94 год. Я когда, а я тебе расскажу, это было первое честью меня пригласить, сейчас исполняется программа «Честью меня пригласить» 20 лет. Я сейчас сидел с нашим режиссером, с Валерием, который режиссер этой программы, мы с ним говорили, что вот начать бы хорошо, было бы вот первую программу «Честью меня пригласить» с тех, кто был на первой программе. «Чтоб вышли там все». И мы когда сели, слушай, мне плохо стало. Боис Брунов, его уже нет. Люся Гурченко, нет. Михаил Ульянов, нет. Боя Хмельницкий, нет. Зяма Высоковский, нет. Яна Розоров. Виктор Черномырдин. Евгений Мирошниченко. Валентина Толкунова. Владимир Крайнев. Алла Баянова. Людмила Гурченко. Ты придумал свой стиль игры на гитаре, который ты называешь «теппинг». Это международное такое. Это международное. В общем-то, такое название, которое стало, в общем-то, пехотным. Это стиль игры, который ты владеешь им, я считаю, в совершенстве. И мне очень нравится. Мне нравится этот стиль. Почему? Потому что это постоянный драйв. Он заводит постоянно. И я знаю, что ты, что у тебя дочка занимается музыкой. Что она очень талантливый человек. Знаешь, что твоя жена, самый суровый критик у тебя. Не мешает это вашей семейной жизни? Наверное, скажу так. Что касается моей творческой деятельности, наверное, у меня бы ничего не получилось, если бы не жена. Терпеливая, понимающая, которая никогда не вставала между мной и музыкой. Потому что она сама тоже очень хорошо слышит. Потому что вы говорите, первый критик. И она абсолютно права. Потому что она все слышит и говорит, вот это ты здесь лоханулся. Я говорю, на твои концерты боюсь. Какой я счастливый человек. Я тебе один кик сделал, что у меня сердце начинает биться. Какой счастливый человек, что моя жена ко мне уже пришла, когда я уже играл. Я женился, я тоже тогда играл. Когда мы женились, я тогда тоже играл. А что касается вот этой техники, там есть два варианта. Ну, я, в общем-то, вы сами понимаете, что к этому просто раз прийти не получается. Тем более, не было ни видео, ни ничего в наше время, что бы мы могли бы делать. Радио послушать и диски вот эти крутящиеся, переписанные раз 10-20. Чтобы что-то уяснить. Я же не говорю о тэппинге там. О тэппинге тогда не было. Ну, что хочу оснать. Помните, мы о свадьбах говорили с вами. Вот на свадьбах, когда ты играешь без перерыва, вот перед тобой носит блюдо, ты голодный, ты играешь. Я, конечно, в медиаторе тоже играл. И вот начинаешь играть, и пока смотришь, вот это сейчас или унесут, или оно остынет. А играть ты знаешь, что перерыва нет. И тут одной рукой ты играешь, а другой закусываешь. Оттуда появился стиль. И вот получается, что потом сижу, уже как-то машинально начал замечать, что я вообще тут играю, а это правая рука свободная. Сейчас не делай. Как ты домой приходил, пожилой, даже бывало, со свадьбой придешь, уставший, а вот эти покойники, я еще не делал. Так, ну, че-то, а почему ты тут рука ничего не делала? Ну, реально. Потихонечку начал заниматься. Второй вариант. Происхождение Теппинга, это шуточный такой вариант. Когда мы были на сотворении мира в Казани, который Андрей Макареевич сделал, Андрей говорит, я теперь понял, почему ты на Теппинге, почему ты к Теппингу пришел. Говорит, у вас перерыва медиаторов не было. Да, да. Я вообще удивляюсь, когда наши коллеги отдают своих... Теппингу.